На улице тепло, а значит активны клещи. В апреле с укусами этих членистоногих в столичную больницу Святой Троицы обратились десятки людей. Ежедневно обращаются 4-5 пациентов, которым необходимо оказать медпомощь, удалить клеща. Обращаются в течение 24-36 часов. Наше население знает, какие могут возникнуть осложнения в случае укуса клеща. В идеале паукообразное должен удалить врач. Если же вы решили сделать это самостоятельно, крайне важно вытащить клеща целиком. Затем в срочном порядке нужно обратиться в больницу. Клеща следует взять с собой. Только так специалисты смогут определить, опасен укус или нет. В домашних условиях дезинфицируем место укуса. Затем предварительно простерилизованным пинцетом вытаскиваем без крутящих движений, не разрывая тело клеща. Хватаем его как можно ближе к коже и стараемся удалить его со всеми частями тела. Золотой стандарт, я бы так сказал, исследование клеща на наличие в нем бактерий. Не у каждого клеща в слюнной железе есть бактерия. И когда клещ не является переносчиком, то нам практически нечего бояться заражения барелиозом. Данные паукообразные могут быть переносчиками бактерий, паразитов и вирусов, способных вызвать различные болезни. В нашей стране чаще всего встречается барелиоз. Он известен также под названиями болезнь лайма и клещевой энцефалит. Первым признаком заражения является характерное пятно в области укуса. При этой болезни более опасны следующие после укуса стадии, но они наступают через два месяца и позже, если не было проведено лечение в начале, при повреждении кожи. Может быть полиартрит, который сопровождается суставными болями, припухлостью суставов. Могут возникнуть сердечные патологии, патологии центральной нервной системы. От укусов клещей страдают и животные. Не обнаруженная вовремя болезнь может привести к фатальным последствиям, отмечают ветврачи. Если говорить о бобезиозе, то его вызывает гемопаразит, проникающий в эритроциты. В результате у животного развивается острая гипоксия, которая приводит к очень серьезному нарушению жизненных функций внутренних органов. Отправляясь на прогулку в лес или парк, наденьте светлую, максимально закрывающую тело одежду, рекомендуют специалисты. Так клеща легче заметить и вероятность укуса меньше. После прогулки осмотрите тело, нет ли на нем членистоногих. Осматривать нужно и животных, а еще регулярно измерять температуру тела. У них она не должна быть выше 39,2 градуса Цельсия. Места отдыха периодически обрабатывают от клещей, говорят в профильной ассоциации. В ночное время осуществляются работы по борьбе с клещами путем применения специального раствора. Люди должны соблюдать осторожность, отдыхая в парке, поскольку мы можем распылить раствор на одном участке, а люди отдыхают рядом. Согласно данным Агентства общественного здоровья, с начала года было зафиксировано 18 случаев заражения болезнью лайма. Самому младшему из пациентов три года.